Всем большой привет и добро пожаловать в очередной урок курса «Профессиональный микростокер». Итак, в сегодняшнем видео мы возьмем объект из нашего прошлого урока. Но если в прошлом уроке мы рисовали композицию на темном фоне, делали яркие объекты, то есть использовали эффекты преимущественно осветления и осветления основы, то в сегодняшнем видео мы посмотрим обратную ситуацию. Мы на светлом фоне будем рисовать объекты и посмотрим, какие в данном случае мы будем применять эффекты. Итак, в сегодняшнем видео у нас будет именно светлый фон, светлая подложка. И исходя из этого мы будем рисовать нашу композицию. Композиция у нас будет тоже на тему «День святого Валентина». Рисовать мы будем примерно то же самое. Из коробки будет вылетать конфетти. Конфетти у нас будет в виде сердечек. Мы будем использовать даже ту же самую «Абражь», которую мы создавали в прошлом уроке. Итак, начнем. Я создала фон. Как видите, у меня здесь фон уже бело-серый. Я просто поставила ему градиент. Кстати, когда вы рисуете белую композицию, да, именно композицию на светлом фоне, то желательно отслеживать линии света. Да, то есть так как у меня падает тень от коробки, да, то предполагается, что у меня свет где-то либо вот так вот, либо вот так вот. То есть у меня свет где-то сверху, он падает. А если вы делаете композицию-открытку, да, то в принципе я всегда делаю белый-серый. Если поставить чисто белый, оно смотрится достаточно так грубо и это не всегда красиво. Если поставить белый-серый, то фон выглядит тоже светлым, но все равно он придает какой-то объем и уже какую-то насыщенность придает, именно какой-то интерес к самой картинке. Итак, мы создали фон и заблокируем его. Теперь разберемся с нашим объектом. У нас опять же наша коробка. Но, так как у нас светлый фон, то наши белые линии практически не видны. Нам надо им сменить фон, так как, помните, да, у нас данная линия состоит из двух линий. Давайте зайдем в изолированную группу. Еще раз в изолированную группу. Вот, да, у нас один был оверлей, то есть мы осветляли, а нижняя линия придает именно цвет. Давайте мы ее скопируем. Теперь нажмем отменить, чтобы у нас сюда перевелось. Выйдем из изоляции и нажмем Ctrl V, то есть вставим. Нам нужен именно градиент. Как видите, мы выделяем градиент и у нас выделяется на всех наших линиях нижний слой. И теперь мы давайте его поменяем. Нам надо, чтобы он сочетался с нашей коробкой. Сейчас посмотрим. Подберем какой-нибудь. Так как сверху у нас еще один слой оверлей. Давайте пока мы составим такие линии. Вот этой вот только линией я хочу сделать более темный такой эффект. или просто удалить верхнюю, чтобы она была просто у меня желтая. Пока мы градиент моих линий уберем в сторону. Так, теперь давайте разберемся с тенью. Так как на светлом фоне тень будет хорошо заметна, можно сделать даже градиентом меж. Давайте посмотрим. Сделаем какую-нибудь приблизительную форму. Делаем полностью белой. Ну, примерно вот так, мне кажется, тень будет. Уже достаточно. И сделаем прямо над коробкой. Давайте начнем с черного. Вот так, примерно. И теперь данному слою мы придадим эффект затемнения. Умножение, точнее. И теперь посмотрим, что мы можем сделать. Давайте добавим на самом сетчатом. Да, сделаем вот такой двухступенчатый. Ну, примерно вот так. Пододвинем под саму коробку. Можно добавить еще одну точку. Сделать ее такой, самой насыщенной. Оставим примерно так. Давайте вот эту точку передвинем чуть-чуть в сторону. И тут тоже. Чтобы именно поставить ее на данный угол. Ну, вот так вот уже будет более-менее похоже. Отдаляем. Так, теперь мы... Нам вот этому вот слою, который иллюзирует, да, создает иллюзию внутренности коробки, нам не надо, чтобы он был таким светлым. Возможно, имеет смысл его оставить вообще-таки вот, достаточно темным. В процессе мы будем его редактировать. Но пока я его оставлю именно вот таким вот. Данный угол тоже. Можно изменить цвет. Вот примерно вот так мы изменили нашу коробку. Давайте ее немножечко уменьшим. Теперь давайте также нарисуем наше конфетти. Возможно, даже в виде сердца опять же нарисуем. Кстати, давайте коробку сгруппируем полностью. И пока мы ее вообще заблокируем в такой позиции. Теперь давайте просто карандашом рисовать. Давайте сразу, чтобы они какой-то цвет приобретали. И еще, зайдя в настройки карандаша, здесь можно настраивать именно сглаживание. То есть, когда мы рисуем... Давайте поставим примерно вот так вот. Посмотрим, на что это влияет. То есть, сейчас мы, когда рисуем нашу линию, меньше точек образуются опорных. И сама линия выглядит более гладкой. Давайте уменьшим эту настройку. Теперь точек образовывается больше. Вот здесь это видно. И она не очень сглаживается. То есть, линия полностью повторяет движение нашей руки. Посмотрим вот так вот. Так вот вообще образуется много точек. И тоже она не сглаженная. Поэтому я ставлю всегда сглаживать. Ну и чтобы все-таки она повторяла контур моей руки. Проверяем. Ну, в принципе, вот так вот меня устраивает. Она достаточно сгладилась. Но я могу следить за контуром. Так, проверим. Как видите, я рукой рисую достаточно коряво. Я рисую просто мышкой. Ну, давайте нарисуем как-нибудь вот так. Ну, давайте примерно оставим вот так вот. Давайте мы их откопируем. Теперь давайте всем этим границам передадим нашу браш в виде сердца. Теперь заходим внутрь в настройки. И теперь давайте их отредактируем так, чтобы они у нас шли более по контуру. Можно убрать им плотность, чтобы их было не так много. Можно сделать их более плотными. То есть, это уже смотрите на ваше. Ну, я пока сделаю примерно вот так вот. Мне надо, чтобы они примерно шли по контуру. Я им изменю размер, чтобы они были от маленького. Вот. То есть, теперь они от маленького до большого. Ну, примерно вот так вот пока я их оставлю. Нажму ОК и применить. Нажму разобрать. Удалю все квадратики, которые мешаются. Выделю наши сердечки. Сейчас они у нас в группе. То есть, каждая в своей собственной группе. Давайте все выделим. Разгруппируем. Давайте придадим им какой-нибудь градиент. Но теперь уже не светлый, а темный. По камесь я буду в какой-нибудь одной гамме. То есть, в такой желто-оранжево-красный двигаться. И теперь всей нашей группе придам общий градиент. Давайте придадим им еще эффект умножения. Сейчас мы будем играться. Смотреть, какой эффект, скажем так, более будет красиво смотреться. Давайте мы все сгруппируем. И уберем выделение. Видите, там, где сердечки накладывались друг на друга. Они стали такие полупрозрачные. Теперь нам надо сделать иллюзию, чтобы было понятно, что оно выходит из коробки. Хотя нет, пока давайте мы сделаем более... Именно разберемся с нашими сердечками. И создадим еще парочку линий. Теперь придадим цвет. И сделаем с ними то же самое. Тоже создадим им сердечки. Слегка изменим им путь. И примерно не так. Давайте Alt нажмем и скопируем. Разберем. То же самое удалим. Выделим, разгруппируем. И давайте придадим им какой-нибудь теперь другой градиент. Также можно поиграться, залезть в соседнюю гамму. Таким вот образом. Опять же им эффект умножения даем. И сгруппируем их. Теперь можно поменять градиент. Можно поставить какой-нибудь другой цвет. Если ставить совсем темный, то могут получиться именно такие черные вставки. Это не всегда красиво. Давайте разгруппируем и уменьшим им немножко прозрачность. И снова сгруппируем. Теперь сердечки стали менее интенсивны. Можно попробовать увеличить. Теперь зайти в изолированную группу. И переместить сердечки куда нам надо. То есть те сердечки, которые у нас выбились из какой-то общей гармонии, мы их перемещаем. Если вот тут большое скопление, можно половину либо вообще удалить. В общем, как-то их можно сейчас растушевать немножко. Давайте ставим вот так. Выйдем из изолированной группы. Давайте еще раз зайдем. Мне не очень нравится, что вот здесь потерялся эффект такой дуги. То есть я хочу создать такую небольшую иллюзию волны. Я перемешиваю уже оба градиента. Примерно вот так. Выйдем из изоляции. Вот примерно вот такой вот узор пока у нас получается. Теперь что мы можем с ним сделать? Давайте все-таки сделаем, чтобы он у нас выплывал из нашей изолированной группы. Кстати, можно сейчас всем нашим сердечком. Так, у нас заблокирована нижняя часть. Видим из блокировки. Заблокируем задний фон. И, как помните, у нас, если разгруппировать нашу коробку, у нас верхняя часть коробки – это одна часть, а нижняя часть – это другая часть. Вот давайте верхнюю часть переместим на самый верх. Теперь поиграем с внутренностью. Передадим ей тот. Давайте примерно вот так сделаем. Заблокируем отдельно нижнюю, отдельно верхнюю. Ок. И теперь поперемещаем наши сердца, чтобы они вылетали именно из коробки. Как видите, эффект умножения делает их прозрачными, поэтому у нас видно заднюю часть коробки. Давайте мы зайдем в одну часть, разгруппируем, уберем эффект умножения, снова сгруппируем, посмотрим, что получится. Как видите, теперь иллюзия того, что они выпадают именно из коробки, теперь она больше заметна. Пока мы еще уменьшим сердечки, чтобы они не вылазили из-под коробки. Теперь я предлагаю части группы только придать эффект умножения. Более того, там, где на кончике, я хочу уменьшить их размер, и кое-где уменьшить их плотность. То есть я сейчас выстраиваю композицию, а там, где они именно выпадают из коробки, я им сделаю более темный градиент, так как там меньше света все-таки на них попадает. Поставлю сверху. Часть сердечек сделаю совсем такими вот темными, маленькими. Выйдем из изолированной группы. Вот, теперь смешались у нас цвета. Даже давайте зайдем еще раз в изолированную группу. Заблокируем хвост, где мы придали эффект умножения, и выделим именно те, которые внутри, и тоже им дадим более темный градиент. Примерно вот так вот, чтобы нижняя часть сердечек была более темная, а верхняя более светлая. Все разблокировываем, и выходим из изоляции. Вот таким вот образом у нас пока мисс получается. Возможно, давайте поиграем с градиентом, и придадим им больше таких красных оттенков. Возможно, можно убрать желтый. Примерно вот так, пока мисс оставим. Теперь, что мы можем сделать дальше с нашими сердечками? Мы можем придать им еще контрастность. Давайте сделаем черно-белый градиент. Внутри сделаем серый, а по краям сделаем чисто белый. То есть чисто белый по RGB. В прошлых видео мы, когда осветляли, делали чисто черный по RGB. В данном случае сейчас сделаем чисто белый по RGB. И придаем уже знакомый нам эффект, который придает контрастности. Как видите, если его поставить на серое, он начинает себя выдавать. Если его поставить на цвет, он начинает сильнее себя выдавать. То есть он дает именно нашим сердечкам такой контрастности. Также он может давать не контрастность, а именно придавать какой-то определенный оттенок. То есть какой оттенок я сейчас им даю. Такими они и становятся. И слегка окрашивается задняя часть, именно потому что она кое-где серая. На полностью белом данный эффект практически не заметен. Вот таким вот образом тоже можно окрасить наши сердца. Можно либо придать им прозрачности, либо придать им какой-то сверху просто оттенок. Я сейчас буду просто играться с какими-то оттенками, с какими-то контрастностями. придавать своей картинке более такой интересный вид. Давайте вот так оставим. Теперь что еще можно? В прошлых уроках мы рисовали такие круги, которые мы ставили на центр. Да, то есть у нас было сверху осветление, а и снизу осветление. Итак, давайте один из них уберем. Мы тоже делали. По краям его полностью черный, а в центре у него был какой-то свет. Если сейчас его поставить на нашу композицию, то он слегка будет ее осветлять. Если сделать белым, будет осветлять сильнее. Давайте повысим прозрачность, чтобы так же было это заметно. Сейчас мы придаем тоже такой эффект падающего света на наши сердца. То есть, если предыдущим кругом мы делали контрастность и затемнение, то в данном случае мы делаем именно такое осветление. Эффект осветления основы будет смотреться здесь достаточно грубо, потому что он освещает достаточно большую область, а эффект осветления будет смотреться достаточно так деликатно. вот таким вот примерно образом уже можно как-то развеселить нашу композицию. давайте даже немножко уменьшим. Примерно таким вот образом. Дальше давайте посмотрим. Выше я сделала то букет, которое мы делали на прошлом уроке. Здесь эффект осветления. Как видите, эффект осветления здесь мало заметен, но если мы сделаем давайте возьмем один круг и дадим ему эффект умножения и сделаем скрай его чисто белым, то он дает примерно иллюзию того же самого букет. Давайте уберем интенсивность, чтобы он был более такой светлый. Примерно вот таким вот образом. Спасибо. Давайте мы сгруппируем композицию, которая у нас получилась в виде конфетти и заблокируем ее, чтобы она нам не мешала. И теперь на самый конец, на предпоследний слой, ставим наши круги. Давайте их сгруппируем, а то, что есть, заблокируем. Теперь что еще можно? Можно на наш сам эффект, точнее на нашей конфетти, тоже поставить какие-то такие интересные эффекты, которые будут просто придавать, скажем так, нашей картинке такие украшающие моменты. Можно поставить это же букет сверху просто. Ну давайте примерно вот здесь вот ее оставим. Так, вот такие вот уже блики получаются, блики на наших конфетти. Далее, давайте подсветим нашу коробку. Вот коробку можно подсветить именно осветлением основы. Давайте посмотрим, как сейчас это сделать. Можно создать привычную нам даже звездочку. Так как это открытка, да, то хочется, чтобы она все-таки блестела. Давайте осветление сделаем нашей звездочке. Сгруппируем. Вот таким вот образом. Эффект у нее был осветление у каждой линии. И уменьшим. Вот такая звездочка у нас получается. Также данную звездочку можно поставить на самый верх, там где достаточно большое скопление. То есть белое на белом ее видно практически не будет. А если мы ее будем ставить там, где большое скопление, чтобы как-то развеселить, да, там где у нас много сердечек друг на дружке наваливается. Мы можем развеселить именно такими вот звездочками. Очередной раз придать эффект какого-то блеска. У данного круга осветление основы стоит эффект. Внутри у нас стоит наша звездочка. Давайте осветление основы поставим выше нашей звездочки и сгруппируем. И данную звездочку уже поставим на нашу коробку. Как видите, осветление основы осветляет достаточно большой участок и достаточно грубо его осветляет. Поэтому давайте сделаем у круга нашего более серое в конце. Разгруппируем композицию и возьмем наши эффекты, которыми мы осветляли и затемняем. И примениваем их также на коробку. Давайте уберем их в сторону, чтобы они у нас были как шаблонные. Снова сгруппируем наши сердца. Переместим часть коробки на самый верх. И теперь давайте сделаем немножко контрастным. Можно сделать совсем контрастным. Можно сделать вот здесь совсем контрастным. Как видите, у нас тень тоже красится. Так как нам тень не очень надо. Ну, дабочим, вот так вот. Теперь посмотрим, что нам можно осветлить. Переменесем осветление на самый верх. Слегка увеличим. Осветлять можно тоже каким-то цветом. Все вот таким вот красным. Можно слегка увеличить. Вот таким вот образом. Повыбирать, как вам больше нравится. То есть сейчас мы придаем такой более красивый, более насыщенный эффект. То есть как-то просто пытаемся украсить. Давайте удалим эту ленту. Я уже менять не буду. Далее, что мы еще можем сделать. Давайте нажмем Alt. Уберем наши сердца в сторону. А вот эти сердца мы заблокируем. Полностью разгруппируем. И давайте удалим все вот эти вот круги, которые у нас здесь были. Тому, что у нас осталось. Хватит загруппируем и уберем прозрачность. И посмотрим. Давайте еще уберем прозрачность. То есть мы сейчас создаем такой эффект большего объема. Чтобы их казалось еще больше. Но не перегружаем картинку. То есть смотрите, чтобы картинка не была перегружена. Допустим, пока мы сейчас ставим как-нибудь вот так. Давайте еще раз уберем в сторону. Разгруппируем все. Кроме фона. Зайдем в изолированную группу. И вот здесь смотрится, мне кажется, достаточно грубо вот этот вот эффект. Я его удалю. Выходим из изоляции. Так, наверное, нет. Пока на данном эффекте такого делать не будем. Достаточно грубо он смотрится. Может быть поставить белые сердечки еще сверху. Давайте уберем эффект. Вот. Сейчас эта группа находится на самом верху. И посмотрим. Ну да, давайте тоже, чтобы как-то разнообразить, поставим несколько белых сердечек. Их практически не видно. То есть вот таким вот образом мы сейчас выстраиваем именно светлую композицию. Уберем прозрачность. Примерно вот так вот оставим. Давайте еще немного сердец возьмем. Также можно поставить штучные сердца и окрасить их в какой-нибудь, наоборот, темный цвет, но не придавать им никакого эффекта. Здесь, допустим, мы ставим белое. Здесь поставим два. Будь красным. Давайте поиграем с градиентом. Разгруппируем. Разгруппируем. Продолжение следует... Вот этот бордовый, который получается. Давайте поставим посветлее. Так как там эффект multiple используется, там где посветлее, оно будет полностью исчезать. Давайте примерно вот такие вот сердечки мы уже оставим. Разгруппируем все, кроме заднего фона. И попробуем, может быть, даже увеличить общую композицию. Если ваша картинка выходит за рамки монтажной области, то можно просто потом сверху накладывать обравочную маску, так же, как мы и делали с темными композициями. У меня, в принципе, вот так ничего не выходит за монтажную область. Давайте вот здесь придадим контрастность. Поставим его наверх. Передадим ему прозрачности, чтобы он более красил наши сердечки. И попробуем изменить цвет. И еще куда-нибудь вот сюда давайте его можно поставить. Как видите, тоже сердечки становятся более контрастными. Здесь у нас multiple. Чем данный цвет темнее, да, при вот этом вот эффекте, тем он сильнее, скажем так, красит. Давайте еще куда-нибудь сюда поставим такого же цвета. Примерно вот в таком вот духе. Теперь мы можем даже изменить цвет нижнего фона. Можно поменять серый на более теплый. Так как у нас картинка теплая в таких розовых, да, и это праздник достаточно такой теплый. Поэтому можно с простого серого, да, просто по RGB, то есть оттенок придать более теплый. Да, это тоже будет серый, но с теплым подтоном. Да, то есть чем я больше буду двигать ползунок, тем более теплый будет у нашего серого подтон. Да, то есть сейчас я просто подбираю цвет, который более уместен к моей композиции общей. Можно в сторону бежевого все это дело перекрасить. Ну вот так вот уже получается достаточно так тепло. Можно убрать немножко насыщенности. Итак, теперь давайте, так как у меня здесь немножечко вылазит, нажмем Ctrl-C, Ctrl-F самого нижнего моего слоя, переносим его наверх, все выделяем, нажимаем Ctrl-A и Ctrl-7, да, то есть создаем маску для нашей открытки. Проверяем, что у нее нет открытых путей, и давайте мы ее сохраним как готовый продукт для стока. Давайте выберем EPS. Придадим ей название. Так как у меня это, в общем-то, продолжение моего набора, да, на день Валентина. Как я вам говорила, если это симиляр, то я просто ему меняю дату. Дату нарисования и порядковый номер. Давайте сохраним. Обязательно выбираем EPS 10, потому что здесь у нас были прозрачности. EPS 10 – это именно иллюстратор 10-й версии. Именно его чаще всего принимают на стоке. iStock принимает только EPS 10, все остальные стоки принимают 10 и 8. Только эти две версии можно продавать на стоках. Это очень важно. Если вы сохраните в какой-либо другой версии, у вас сток не примет. Либо 8, либо 10. Если в файле есть прозрачности, а у нас в файле есть прозрачности, то только 10. Это очень важно. Далее выбираем все те же самые настройки, которые, как всегда, Level 3 и нажимаем ОК. Далее сохраняем превью. На сегодня это все. Вот такая открытка у нас получается. Всем спасибо за просмотр. И всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!